Игнатий Иванович, скажите пожалуйста, что значит выражение, когда говорят, что собак вешать на кого-то? Дословно это то, что собак действительно вешают. Я знаю, потому что это было у моего отца большая даха. Даха это не шуба. Шуба из-за вещей шкуры, а даха из какой-то другой медвежьи или собачьей. Поэтому собак, которых не надо было, приводили, их у нас вешали, а потом обдирали, сдавали, выделывали. Вешать всех собак, это означает обвинять человека в очень серьезных каких-то проступках, может даже преступлениях. Ну, как говорят, мальчик для битья. Где бы какая беда ни случилась, на него вешают всех собак. То есть и злобные люди нападают, и обвинение это не к месту. Ну, так вот. Мне оно близко еще потому, что я как раз тот человек, на которого вешают всех собак со всех сторон. Не только так. И при том это не сегодня. То есть обвинения в мой адрес настолько тяжкие бывают, при том ничем не оправданные. Нельзя это не подтвердить никак. Но даже взять недавнейший пример у меня тут был. Я говорю, я близко был знаком с Малашином Юрием Николаевичем. Это режиссер документальной студии «Опь» и в Новосибирске. Он ставил фильм «Второе крещение Руси» или «Глаз вопиющего». Это о моей биографии он ставил. Когда мы готовили, начали уже подготавливаться к фильму «Оглашенный из Эдити», что оно означает. Вот. В это время он поехал издавать, заканчивать ли фильм, на Шушинскую ГЭС. И там его нашли мертвым. Кто виновен его смерти, как, трудно сказать. Но перед этим он был единственный режиссер, который ездил с патриархом Алексеем Вторым Ридигером по стране. И здесь патриарх был и он с ним. И съемки все эти вел. А фильм, когда поставил, то получилось, что фильм как бы против московской патриархии. На него очень сильно они гневались. Это он мне рассказывал. Мы были в гостинице «Барнаул». И вот он, когда был в Москве, в это время сообщили, что сожгли его дом, дачу. А у него там все архивы были, съемки. Он около ста фильмов поставил. Часть фильмов его хранятся не где-то, а в Конгрессе США, как он рассказывал. Он перед этим только что проехал за границей. Сильно тяготел к русской православной зарубежной церкви. Как бы духовником был у него епископ Митропан. Там взноски. И его жена рассказывала, что он говорит, когда в Москве получил это известие, он упал и по полу катался и рыдал. Он сам такой мужчина. Крепкий, здоровый. Но нашли его в таком состоянии. И вдруг я узнаю, что будто бы жена его обвиняет меня в смерти Юрия Николаевича. Как это может быть? Я в Барнауле, он в Шушенском, а я там ни разу не был. А вот до знакомства с вами он жил, а после знакомства с вами вот он погиб. Да мало ли что до знакомства со мной кто жил был. Да каждый день живут и умирают. То есть совершенно абсурдное обвинение. Была у нас тут знакомая одна. Она даже крещение принимала. Была, значит, членом общины. Татьяна Плеханова. Вот она была в Новоалтайке жила. И вдруг на нее что-то нашло. Она резко от нас отшатнулась. А перед этим дом подписала, там, квартиру. Мы потом и детям передали даже. И вот на нее будто бы бесы нашли на кухне. А этих бесов я на нее напустил. Я только перечисляю то, что есть. Какая бы беда ни случилась. А я там и не был у нее даже. Знать еще не знаю это. Но дело прошлое. Она погибла. Ее наняла там ремонтировать туалет. И ее два рабочих зарубили топором. За что, не знаю. Но при чем тут я? Это не единожды, а сколько я припоминаю. Многократно. У нас тут один поселился тоже был. Гриднев, кажется, его. Геннадий, он крещений Гавриил. Поселился прямо на самом склоне. Дальше кусты. Колодец выкопал. А там комары, естественно. Комаров напустил на меня Игнатия. Я разве комарами распоряжаюсь? Это Яков Незибийский мог напускать на врагов. И лошади не стояли, хлистались там. Вот. Дальше у него крот начал рыть. А огород он опять в претензии к батюшке. Игнатий напустил на меня и вражку. Ну я взял капкан, я знаю как. Пошел поймал его. Ну вылазь. Он три дня, кажется, сидел в заперти. Как больные какие-то люди-то. Вот. В прошлом году мы встречались, комиссии хотели создать по вопросу, ну сближения с Московской Патриархией. И вот здесь в Балтайской епархии мы были четыре священника. И священники не простые, а там катехидаторским отделом заведуют. Благочины Барнаульским округом, секретарь епархии. Когда были у нас в Крестово-Зижинской общине, я молчал. Ни звука не издал. Но когда к ним пришли, мой брат и отец Аким протеили, и он говорит, я решила о миссионерстве. У меня опыта, говорит, нет никакого, а вот брат, он очень большой опыт имеет. Ну и тогда мне слово представили, я час-десять минут говорил. И после моих слов, это все записано на видео, секретарь епархии, отец Сергий Беляев, он высокий, таком ростом представительный, мужчина просто приятный наружности. И он говорит, под каждым словом Игнатия Тихоновича я могу подписаться. Ну, если его сердце коснулось. И вдруг его убрали с секретаря, сейчас совершенно другой. Но если бы это раньше было, никто бы не заметил. Но тут сразу, сразу с моим именем, дескать, вот он к Игнатию расположился, и поэтому его архиерея убрал, архиерея убрал. Но тут еще одно, нынче был День деревни, это было в мае, я не знаю какого, 19 мая ведь это было. Когда был День деревни? Ну, примерно так. Я не помню. И был здесь этот епископ Алтайский-Барнаульский Максим Дмитриев. Приехал в Потеряевку, а до этого он 11 лет служил, и мне один священник говорит, он начинает бы епархиальное собрание и заканчивает, пока по вам пройдется. Это один из священников мне говорил. Но меня это не касалось, у него хватало разума Максима в печати не выступать, как выступал до этого Антоний, Антоний Масендич, епископ Барнаульский-Алтайский. Но он трижды давал опровержение сам же, потому что я ему разъяснял, и он как-то совместил. А этот не нападал ее опровергать, а устно он еще будет опровергать. Ну вот когда он был в Потеряевке, он увидел здесь совсем другое, что ему рассказывали. И мы здесь экскурсия была, ходили вместе, потом за столом сидели. И он сильно расположился, прям расположился. Он сначала настороженный был, как бы зажатый, ждал какого-то подвоха, может быть. А тут он раскрылся, и да, многому можно здесь поучиться. Он неоднократно эту фразу говорил. Мы еще и нынче поехали на Благовестие. После нашего отъезда 10 дней, кажется, прошло, и его сняли. Сняли, когда у него здесь уже все, и он в Боровихе или где там он дачу построил себе, там такой шикарный, говорит, дом. Здесь он ректор семинарии Барнаульской. Ну, короче, все у него было схвачено. И вдруг его убрали. Говорят, что что-то не заладил с Карлиным. Но стали говорить, вот потому что съездил Потеряевку с Игнатием был. Так там он убирает Беляева, а тут его убирает уже и Патриарх. Хорошо, хоть Патриарх в гости ко мне не приехал. А то Патриарха сняли вместе с Президентом. Я беру только часть. Вот у меня знакомый, он член нашей общины, Игорь Третьяков. А отец нерасположенный ко мне был. Сейчас я не знаю. Владимир Васильевич. Ну, шел дорогой с работы. На него напали хулиганы. Избили его. И он еще придумал. Это Игнатий наслал на меня. Я потеряю их. А вон там я бы наслал каких-то вроде преступников, подговорил. А маленько погодя заболел, слег в больницу. Это Игнатий наколдовал на меня болезнь. И вот таких вот случаев по обвинению в мой адрес, я их перечислить даже не могу сколько было. Совершенно абсурдные. Никакого отношения к этому не имеет. Здесь вот один судился. И вот сразу инсульт, он умер. Комсомольская... Не комсомольская, а московский комсомолец на Алтае. Две статьи против меня. Там их три было. И лучший корреспондент у них был Самульсов Александр написал. Я только подал в суд, а его даже в суд не вызвали. Его нашли зарезанным, заубитым. И опять связывают со мной. И, так сказать, вот видишь, он против вас стало. Видите, какая у вас там энергетика. Я говорю, да я только могу молиться за. За, но не против. Даже вот вблизи здесь. И тоже опять меня обвиняют чуть не в убийстве. А почему? А вы стихотворение там какое-то написали там. Так это пять лет назад было. И к конкретному человеку не относятся. Собирательный образ. Нет, это вы вот прокляли. Он умер. Вот это и есть вешать всех собак. Надо, не надо. Виновен, невиновен. Но на меня никак не отражается. Ни настроение, ни на молитве. Я знаю, что это моя жизнь. И я должен это переносить. И верующим дано не только веровать, но и страдать. Ложное обвинение. Ну, я всегда, когда обвиняю, тут ложно. Ложно там что-то там. Я увел молодежь всю к баптистам. Это было. Отлучали даже меня. И также прилучали. Потому что ни одного человека никуда я не увел. Но я каждый раз благодарю Бога. То есть, когда они выдумывают что-то, обвинители мои. Как говорится, вешают на мне всех собак. То это означает, что они ничего во мне найти не могут. Как отец Геннадий вас сказал. Вас спасает ваша безупречность. Ну, это, конечно, шикарные слова от магистра богословия московской патриархии. Он везде себя называет моим духовным щадом. В моем доме обратился немец из Менонитов. О какой безупречности можно говорить в очах Божьих. Но перед людьми, да, я не имею ничего совершенно. Меня ни в сребролюбии никто не может обвинить. Ни в пьянстве, ни в блуде. Ну, ни в чем нету. Это, конечно, заслуга не моя, а Божья. Но обвинять-то они продолжают. И если они ничего во мне не находят, я каждый раз благодарю Бога, что Бог скрыл меня настоящего от них. Они живут рядом и не знают. То есть, если бы подноготно его знали, а они видели, как святые видели, или даже как видел Вольф Мессинг, человека видел-то, то они увидели, может быть, другого бы меня, чем есть. Но, может быть, и ничего бы не увидели, так как я молюсь, причащаюсь это все прощенно. Я вспоминаю, там малый был, маму где-то не послушался. То есть, грехи-то, на которые внимания не обращают, а меня совесть по сегодняшний день мучает. И поэтому я на всех этих собах смотрю, как на отвлекающий маневр, который Господь допускает. Они это говорят, потому что меня Бог закрыл. Они выдумывают. Раз выдумывают, мне не надо ни оправдываться, ничего. Я начинаю их увещевать, доказывать, показывать. Вот недавно такой случай был. Я показал, рассказал. И никогда этого не было, чтобы я проклинал. Сохрани Бог. Я только молюсь, молюсь о благословении. Это все знают. Особенно те, кто рядом, близкие люди. Какое проклятие, когда я христианин. Разговоров даже нет. Поэтому на такие изречения, как вешать собак, не надо обижаться. Говорят, на мне вешают, на мне вешают. Я говорю, это просто спокойно и даже радостно. Ну и пускай. Пускай. Не меня же они вешают, а собак только всего. А она мне, она не пристает нисколько. Как есть поговорка такая, старого быка, чем больше лупят его, бьют, тем шкура толще. Я вот так это понимаю и мне это близко, потому что столько обвинений, их перечислить все даже нет никакой возможности. Совершенно никакой. И обвинения эти и в интернете, и от властей. Я какой-то антисоветчик был, неиспровергатель советской власти, пишут в газетах. Благодаря таким, как Лапкин, подтащивались устои тоталитарного режима. Да кто я такой? Ну да, я насчитал архипелаг ГУЛАГ об истории церкви, о гонениях, о жертвах. Ну какие устои? Я об этом не думал, я хотел, чтобы люди знали правду и люди были образованными. Не больше того. Поэтому есть еще другие выражения такие, более хлесткие. Если это обращено ко мне, я сразу начинаю размышлять, а что оно означает, виновен я или не виновен. А не так, что это оскорбительно, ну и я буду таким же. Нет, конечно. Да помилует Господь. А собаки, которых она не вешает, да будут они благословены перед Господом. И имя Господа Бога моего да будет прославлено во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.